ДТП Однако в минувшем 2015-м травмированных и погибших в авариях людей стало больше. При этом причинами ДТП часто становятся не только водители и пешеходы. Огромные сугробы на переходах, неочищенная или неосыпанная дорога. Нерасторопность власти на местах приводит к повторным происшествиям. Остается принцип растягивания дорожных работ на несколько лет. Сегодня привели в порядок дорожное покрытие, через год знаки, тротуар, еще через год освещение, разметку, награждение. В итоге повторение дорожных происшествий в одних и тех же местах. Не обходится без столкновений с большегрузным и пассажирским транспортом, особенно на трассах. Проверки выявили сотни случаев отсутствия тахографов, систем GPS и реглонас. Некоторые водители даже не умеют пользоваться обязательными системами соблюдения режима отдыха и труда. Данные анализы показывают, что основными нарушениями, влияющими на безопасность перевозок, являются нарушения режима труда и отдыха, отсутствие тахографа и, самое главное, неумение водителей пользоваться установленными тахографами и картами водителя, что влечет за собой наложение штрафа. Дорожная разметка, нехватка стационарных и передвижных приборов фото- и видеофиксации, вовремя установленные знаки. Проблем хватает во всех районах области. Решать необходимо, несмотря на непростую экономическую ситуацию. При той сложности, которую мы имеем в бюджетной обеспеченности развития территории, в более выгодном положении, устойчиво выгодном положении находится дорожно-транспортная отрасль. Как бы кто-то мне пытался не доказать, как у нас меньше стало чего-то и так далее. Это интерпретация меньше. На самом деле, 7,8 до 8200 миллиардов рублей дорожный фонд, в котором в распоряжении нашем находится, это наше достояние стабильности. И этим не воспользоваться сегодня. С тем, что экономить, когда на кону, здоровье и жизни людей нельзя, согласны все. До конца января в каждом районе области проанализируют ситуацию и подготовят конкретное решение. Андрей Баев, Борис Гладких, Новости ОТС.